Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Шаббат шалом, дорогие друзья. Давайте мы встанем для молитвы. Благословен Бог, даровавший Тору. Амин. Амин. Слава Господу! У нас сегодня недельная глава называется «Талдот». В переводе как «Радословие». И она описывается в книге «Берешит». Это книга «Бытие» с 25 главы, с 19 стиха по 28 главу 9 стиха. И краткий обзор этой главы. Эта глава начинает свой рассказ о потомстве Исаака. В 40 лет он взял себе жену Ревеку. И если вам 39, значит не все потеряно. У вас еще есть один год. А если больше, то все зависит от вашего желания. Молитва Исаака за жену, чтобы она зачала, потому что она не могла зачать. И Бог услышал молитву, и она зачала, и родились близнецы Исаак и Иаков. И я бы хотел начать несколько стихов с 27 стиха. Именно с события, которые происходили. Дети выросли, и стал Исаак человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исаава, потому что дичь его была по вкусу, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, и Исаав пришел с поля усталый. И сказал Исаав Иакову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал от всего данной ему прозвание едом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исаав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. И он поклялся и продал первородство свое Иакова. И стал Иаков, и дал Иаков Исааву хлеба, и кушанье, и щечевицы. И он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исаав своим первородством. И что мы можем здесь увидеть? На примере Исаава мы можем многое что иметь в жизни, но за какую-то минуту мы можем все потерять. И причина всему этому это пренебрежение. И плотской взгляд на духовные вещи. И слово пренебрежение в словре звучит так. Презирать, не беречь, считать ни за что. Понимаете, пренебрежительное отношение, оно обесценивает ту ценность, которую мы имеем от Господа. И Исаав, он это озвучил. Он сказал, да, что мне в этом первородстве? На самом деле, что было ему, что он имел на самом деле? Он имел право на двойную часть наследства. Имел право иметь титул священника. И из его рода должен был произойти мессия. Но простая тарелка похлебки, она все изменила в один миг. Знаете, попрание духовных ценностей ведет к непредвиденным для нас и окружающих последствиям. Поэтому очень важно, знаете, я эту как бы главу назвал «Ценишь, что имеешь». Но на примере Иакова. Знаете, на самом деле, мы можем сказать, что Иаков поступил где-то несправедливо и безнравственно по отношению к своему брату. И, конечно же, мы видим по истории, что его жизнь была непростая. То, что он сделал, он проходил многие трудности, ситуации в своей жизни. И жизнь была непростая. Но на самом деле, я просто, я когда читал, я просто смотрел, думаю, что интересно, что увидел в нем Бог. Какую ценность увидел в нем Бог, независимо, да, как он поступил. И первый раз, и второй раз. И ценность, что увидел в нем Бог, и то, что видит Бог в нас, ценность, потому что мы тоже можем делать многие ошибки в нашей жизни. И ценность, он увидел в нем, это дерзновение. И уметь видеть больше, чем видят другие. Слово дерзновение – это смелость, решительность и устремление к цели. Мы знаем, кто боролся с Богом. Знаете, нужно быть смелым человеком, да, и устремленным. И целью устремлены для того, чтобы бороться с Богом. И не зря Господь, когда, помните, встречается с Моисеем, он говорит, я Бог Авраама, я Бог Исаака. И кого? И Бог Иакова. Знаете, и подводя итог своему комментарию, хочу сказать, что мы ответственны за свою жизнь. И за те духовные ценности, которые мы имеем в Ишово Мессии. Какие духовные ценности мы имеем? Я часто задаю этот вопрос. Для того, чтобы мы живем в этом злом мире, мы можем какие-то вещи просто променять. Из-за того, что мы можем поступить очень скороспешно. Знаете, духовные ценности, в Ишуе и Мессии мы имеем спасение. В Ишуе и Мессии мы дети Божии. Через Его кровь Он примирил нас с Отцом Небесным. И мы много имеем духовных благ. И вы знаете, независимо от наших ошибок, Бог всегда оценит наше желание, наше стремление. И всегда будьте дерзновенны. И видите больше, чем видите другие люди. Видите больше в своей жизни то, что Бог вам дал. Пусть Бог благословит вас. Аминь. АПЛОДИСМЕНТЫ Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Спасибо. Продолжение следует...